Уважаемые студенты, добрый день. Меня слышно? Здравствуйте, да, слышно. Отлично. С кем-то из вас, возможно, знакома по курсу народной торговли в предыдущем модуле? С кем-то знакомы? Я буду преподавать удаленно, скорее всего, весь модуль. Возможно, в декабре я приеду, но пока что не факт. Я работаю с другой стороны. И сегодня у нас консультация по требованию университета в нерабочие дни, поэтому сегодня мы проводим консультацию. Я так полагаю, если вы подключились, то у вас есть какие-то вопросы по семинару ШЭЙ. Поэтому я слушаю, давайте разберем. Здравствуйте, еще раз. Кирилл, сначала ты задашь вопросы или мне начать? Ну, начни ты. Окей. Ну, первый такой вопрос. Вот, судя по задачам, это семинар 6, совмещенный с семинаром 7. Верно? Да. Да, то есть если вы говорите про лекции, то есть, так скажем, соответствие семинаров и лекциям, то это лекция 6 и лекция 7, да. Нет, в смысле вопрос такой, что у нас на этих двух неделях на прошлой и на этой суммарно должно было быть 4 семинара. Это было вот к этому. А, окей, окей, я поняла. Да, это получается все вместе. Единственное, что сегодня я пришлю вам домашнее задание, так скажем. То есть вы можете самостоятельно решать задачи по тоже этим темам. И также, если вам потребуется консультация, то вы можете написать, и мы ее организуем. Буквально после нашей сегодняшней консультации у вас появятся еще дополнительные задачи. Там уже, сколько помните, я сейчас посмотрю, какие темы. Там задачи, курс, как теория, то спрос на деньги и задачи на деньги и инфляцию, задачи на финрынок и пузыри. Это уже будет следующий семинар или нет? Что такое домашка? Это материалы следующего семинара или нет? Да, это получается, то есть в субботу у нас должен быть соцсетцем семинар. Но его снова не будет из-за того, что не рабочий день. Поэтому вам нужно будет решать самостоятельную задачу дома. Окей. То есть получается, что то, что вы получили семинар 6, это прошлая неделя. То, что вы получили домашнее задание, да, наверное, более четко, что семинар 6 – это прошлая неделя. А то, что вы получили домашние задачи, это неделя. Так, вопрос, Мария. Эти задачи будут как-нибудь оцениваться? Нет, они не будут оцениваться. Вы можете их самостоятельно решать. Если у вас не требуется отправлять какие-то ответы, вы можете задавать вопросы, если у вас не появится. Либо на почту, либо мы можем организовать ответственность. И можно еще вопрос. То есть если, вот скажем, в материалах, которые вы нам уже скинули, появятся еще вопросы. Ну вот, скажем, мы успели не все задачи решить, или вдруг еще раз их пересмотрели, нашли еще вопросы. Можно же их будет задать на консультациях будущих? Если что, вас сейчас не слышно, у вас микрофон. Да, можно будет задать. Единственное, что я отвечаю за вторую часть, то есть второй модуль. Поэтому ко мне вопросы по второму модулю. Да-да-да, я это понял. Ну, вот уже по выданному материалу. Хорошо. Тогда, наверное, давайте я перейду к вопросам. Потом, наверное, ребята тоже будут их задавать. Вот, вопрос у меня по, ну, как бы, по порядку, по слайдам. Давайте я тогда этот семинар разжарю, просто чтобы выделяю. Да, давайте. Вот так видно? Да. Да, видно. Отлично. Хорошо. Давайте, пожалуйста, перейдем на четвертый слайд. Вот. А кто здесь такой ро в формуле? Ну, или пи? Я не очень это понял. То есть в лекции я такого не очень помню. В лекции это, получается, так, не нарушусь, и это было вот здесь вот. То есть ро, вот здесь вот этого не написано, но он называется, вот если прямо четкое определение, это rate of time preferences. То есть если бита, вы же видите слайд в другие, да, который lecture? Да, 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 да. Ага, отлично. Получается, что бита – это discount factor, а ро – это rate of time preferences. То есть насколько агент предпочитает тот или иной период. Окей. То есть он вот именно состоит в бета вот в таком соотношении, да? Да, 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 да. То есть вы, если вот посмотрите, как раз здесь даже это видно, что бета – это равно 1 поделит на 1 плюс про. Да. Маленький момент еще, кстати говоря. Вот я когда решала сама эти задачи, то увидела здесь некоторые печатки, которые справил Александр в слайдах на MS Teams. Вот здесь, например, на слайде 11, у нас в знаменателе, получается, C1, бита будет в степени 1 поделит на сигму. И в C2, Consumption 2, тоже бита будет 1 поделит на сигму и степени из знаменателе. Просто если вы решаете, прорешали, то можете подумать, что вы неправильно решили, на самом деле это правило. Если вы получили степень 1 поделит на сигму. Да, на самом деле вы только что ответили на мой один из следующих вопросов, да? Там несколько опечаток, я нашла порядка 4 или 5, наверное. Так что давайте следующий вопрос тогда. Давайте. А напомните, пожалуйста, как расшифровать CRRA? Так, секунду. Constant Relative Risk Aversion. То есть это получается, если на русский язык переводить, то это постоянная, относительная Risk Aversion. Это получается избежание риска. То есть вот прям нормальным, хорошим русским языком. Как влияет то, что оно constant? Небольшой такой экскурс, который вам, возможно, поможет, потому что я посмотрела, его в лекциях не было, не знаю, насколько его проговаривали устно, Александр. У вас было в других курсах Risk Aversion в целом? Какое оно бывает? У нас было… Ну, это сталкивались, да, с Risk Aversion. Ага, отлично. Получается, вы наверняка знаете, что есть, получается, Эджин, он может быть трех типов. Риск Аверс, Риск Метро, то есть нейтральный к риску, и, может быть, Риск Лава. В зависимости от этого у него меняется отношение между ютилити от потребления и математическим ожиданием от потребления. Если мы изобразим ютилити от консампшена, здесь будет консампшен, то Риск Аверс, то есть это позначим как первый кейс, а второй кейс – третий кейс. То Риск Аверс Эджин у него первая точка здесь будет Т1, здесь будет Т2, и где-то посередине у нас будет СТ-средний. Поскольку это у нас ютилити, а пунктиром обозначено expectation от математического ожидания, да, ютилити, то в таком случае у нас будет здесь ютилити от потребления среднего консампшена между периодами. и здесь, получается, в этой точке это будет expectation от ютилити. И это значит, что в Риск Аверс Эджин в ютилити меньше, чем в фактической ютилити. Так, если вы говорите про то, как это CR-Арей относится к Риск Аверс, то есть у нас есть ютилити-фанкшен, это один минус сигма минус один поделить на один минус сигма. У нас мы можем взять производную, то есть дельта-ю по дельта-си и получим, что производная первая у нас будет и один минус сигма минус один поделить на один минус сигма. То есть здесь мы сокращаем и получится идти в минус сигма. А сигма у нас по условию, она больше нуля и сигма не равна единице. То есть это все выражение, оно у нас будет больше нуля, верно? То есть, соответственно, первая производная, она больше нуля. Что это значит, что навредка проходили ранее на приводных курсах по математике, что первая производная, это значит, что функция increasing, если мы имеем положительную производность. Дальше мы определяем вторую производную, насколько, то есть она у нас increasing, но каким rate. То есть она может быть increasing, но с decreasing rate, может быть increasing, increasing и так далее. Мы берем вторую производную и получаем, что минус сигма и минус сигма минус один. И это значит, ну, при прочих равных мы видим, что производная она меньше нуля. Ну, с условием, конечно, что сигма больше нуля. И что это значит, что, то есть у нас функция increasing, но increasing rate. И, соответственно, если мы увидим это на графике, то как раз risk-aversion это будет increasing, decreasing rate. Вот. И это и есть как раз, то есть, почему говорится, кереререйш функция, почему она risk-aversion. Есть еще также вот risk-neutral и risk-aversion в случае, я не буду здесь останавливаться сильно на этом, потому что в этой задаче не об этом стоит речь. Я имею в виду, что не про risk-neutral, а про risk-aversion. В случае risk-aversion, в случае risk-aversion, она будет равна extension, то есть ut. Давайте отозначим, как в случае 2. И в случае с risk-aversion, получается, что будет вот таким образом функция выгодить. Но с пиаррей функция, она будет risk-aversion. Понятно. Спасибо. Так. Да, на слайде 15. Давайте на него посмотрим. Здесь опечатка. Вот, давайте. Да, там consumption in first period must decrease. Да, абсолютно верно, потому что здесь даже, ну, видно по графику, что вот было C1, да, и стало C1 меньше. Ну и плюс, если вы решили задать, что там тоже это понятно, и на лекции было сказано, что у нас, когда меняется interest rate, то движение идет, получается, budget constraint как раз в обратную сторону. То есть выбраво. И можно еще один вопрос по этому же пункту? Да. Почему мы говорим, что consumer is better off, хотя, по-моему, мы в условии задачи, мы не знаем его предпочтения? Тут, на самом деле, это все допоказать, мы действительно не знаем utility function, да, то есть вы правы, мы не знаем форму utility function, но при прочих разных, если в целом мы рассматриваем ситуацию, то есть utility function должна оказаться на более высокой. То есть мы делаем такой вывод только из-за того, что utility function, мы переходим на следующую кривую полезность. Но вы правы, что на самом деле, если строго говоря, мы не знаем в этом случае utility function, то есть она может по-разному выглядеть. Например, если мы рассмотрим, то есть она может выглядеть совершенно по-разному телефону, она может выглядеть таким образом, она может выглядеть каким-то другим образом, вот так, или вот таким образом, то есть это разным образом. Она даже может выглядеть вот так вот, ну то есть вы правы, строго говоря. Ну, просто непонятно, по какому предположению мы тогда этот вывод делаем? Мы делаем вывод такой, что, как правило, у нас и фирмский фланг, она выглядит как стандартная поп-дагласс функция полезности. И когда у нас меняется budget constraint, он становится более крутым, то в таком случае у нас соответственно там у нас была первая точка. Так, да. Вот это, что вот даже здесь мы видим, что непреректный фирмский 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 фирмский. И получается, что даже здесь вот видим у нас стало больше. Но вообще, если мы в этом случае еще рассматриваем такой триггер, это то, что у нас total income вырос, но это не всегда ведет к тому, что полезность станет выше. Здесь, наверное, основной вывод это графики с помощью допущения hop-dagласс и фирмский фан. Я бы ответила так. Хорошо, спасибо. Давайте перейдем на 17-й слайд. И вот там был вопрос. По-моему же, здесь consumers is worse off. То есть у него ворот. Да, да, да. Это еще одна опечатка, которая, да. Вы правы, что здесь он worse off. То есть у него меняется budget constraints в более крутую сторону. Но при этом здесь как раз то есть у два у него не меняется, да, точкой. Получается, что он worse off. Вы правы. Это очень хорошо, что вы заметили, то есть вы решали и заметили это, потому что это очень важно. Можете, пожалуйста, это надо с реактора разобрать, потому что там у него изначальная точка, она же на CRT-над получается, а не вот здесь где-то отмечено. И... А, нет, это же... А, нет, да. Одна вот по сердцам получается с точки 0-210. И потом она дальше не очень понятна. Да, давайте разберем. Так, посмотрим, что вы рассчитали, как у нас было. Ага, конечно, так. Так, у нас Джилл, соответственно, его Y1 в первом периоде равно 0 и Y2 равно 210. Это значит, budget constraints 1 и 2 в первом периоде можно сразу подставить, то есть 0 плюс 220 по 1 плюс R. Давайте допустим, что у нас было R 0, это до изменений, и после изменений у нас стало 1 плюс R 1 равное 0 плюс 25 и делить на 1 плюс R 1. То есть у нас interest rate вырос. что это значит, что в этом случае то есть правая часть она будет больше во втором случае после изменений, чем первая часть. Далее, что это еще мы можем еще сказать. Когда interest rate растет, то есть вот смотрите, даже если мы рассматриваем какой-то стандартный кейс, то есть мы понимаем... Да. Если R вырос, то правая часть должна быть наоборот меньше. Мы поделили на большее число. Ну вот смотрите, хорошо, давайте попробуем разобрать 210 и поделить на 1 плюс 0.0 0.10 процентов 0.1 210 поделить на 1.1 И, например, возьмем 210 просто ну, нумерикл получается здесь поделить на 1.2 Ну и здесь получится по-моему, где-то пристало так, секунду. Это получится примерно 175. А в 2 случае? Не-не, 175 в 2 случае, а в 1 190 и 9 то есть наоборот. Да, вправо. Так, и получается, что когда мы рассматриваем consumption, то если у нас interest rate растет, то что это значит вообще, да, вот если мы трагируемся, то есть если вы как консюмер, вы понимаете, что вы можете сегодня, грубо говоря, потребить все, но это значит, что текущее потребление, оно для вас будет дороже в случае, когда interest rate растет. Когда interest rate растет, вы хотите потреблять больше во втором периоде, потому что это будет дороже потреблять в текущем периоде. И получается, что income в целом, то есть если мы обозначим income как в целом за два периода, да, за два периода, то у нас изменение будет наоборот, немножко говоря, изменить income. Что произойдет с consumption? Если мы строим график, у нас пост C1, C2 и какая-то точка 1. нашего максимального потребления измельчания. C2 и 20 титров. Мы знаем, увидели на предыдущем слайде, что budget constraint инком у нас стал меньше. То есть у нас budget constraint переместился в левую сторону, стал более крутой. а там это совпадение, что новый budget constraint проходит через точку C1 со звездочкой? Здесь что вы имеете в виду совпадение? Ну вот то, что у них есть, то, что наша голубенькая линия проходит через точку C1 со звездочкой. А, не, не, да, это совпадение, да, вот здесь, да, это вот место. Да, давайте лучше по-другому нарисую, чтобы не включать это совпадение здесь. У нас нет конкретной interest rate для того, чтобы представить, то есть на прошлом слайде это был пример, поэтому давайте какой-нибудь чтобы никого не смешать, будет такая. И что касается оптимальной точки, то она будет находиться где-то на голубой линии, то есть это будет скорее всего, если мы используем такой пример учили function, то она будет где-то параллельно. Если мы возьмем пример, то когда мы берем пример 1.1, то есть у нас interest rate 10%, тогда у нас c1, в случае если c2 будет равно нулю, то c1 будет равно здесь 190. Наверное, по лекции это было достаточно понятно, но на самом деле точка. и здесь точка получается если c1 будет равно нулю, то c2 будет равно 190 умножить на 1 на 1 и получится 210. Правда. график не очень удачный получается, то есть если мы что-то его проведем, то это будет более крутая линия, то есть не такая, что мы говорим про цифры. А как мы 190 нашли? Куда посмотреть? Так, смотрите, у нас есть патч-констрейнк c1 плюс c2 поделить на 1 на 1 в этом случае и 190. Если c2 у нас равно 0, тогда c1 будет равно 190. Находим точку крайней. Если c1 равно 0, то 2 будет равно 200. А, это если мы берем r равно на 1 и 1, да? Так, общий кейс мы берем, то это будет 210 поделить на 1 плюс r нулевое умножить да, это будет да, просто здесь будет ну, так будет 10 ответ ответил на вопрос как раз вопрос был про эту сдачу тогда тогда давайте плавно переместимся к слайду 23 даже может быть предложение вот разобрать 2х как-то мне кажется этот номер этот был вообще не полезен я могу сформулировать главный наверное вопрос то есть как мы делаем вывод о неравенстве ставок на основе ну как бы того является ли наш потребитель NetLender или NetBorrow то есть не очень понятно как от его решения вдруг меняется ставка я вот этого не понял давайте начнем немножко с фрактного кейса у нас есть какой-то budget constraint то если мы разбираем utility functions давайте у нас например такая utility function какая utility function и вот как вы считаете такой utility и предпочтение у потребителя у потребителя у нас эта точка определяется как Y1 Y2 да ну координаты ее да тогда тогда он и не заемщик и не кредитор а если мы говорим просто вот про саму utility function то каким образом мы ее можем охватизировать ну то есть по ее форме то есть мы видим что у нее достаточно ровный наклон то есть он не смещен куда-то либо в Y1 или Y2 что мы можем сказать правное потребление в двух периодах наверное у него еще мы можем сказать то что потребитель то есть его принцип таким образом задано что он одинаково предпочитает потребление Y1 и Y2 верно ну да такой вывод мы делаем именно из равенства Y1 и Y2 или нет мы делаем вывод из построения utility ну то есть посмотрите она видите она у нас он одинаково предпочитает у него нету какого-то таких потребления или наоборот вот таких вот посмотрите если например другой пейс у нас есть потребитель которого будут заданы вот так вот то то есть видите у него utility движется вот в ту сторону да или наоборот таким образом то есть это значит что в случае с вертикальными да у него он более предпочитает все C1 что скорее всего агент предпочитает C1 более чем C2 здесь в этом случае наоборот эти функции будут двигаться вверх то есть они больше агент более предпочитает C2 чем C1 это небольшая вводность у нас у нас нужно показать оба давайте с первого начнем у нас есть rate save rate borrow баджет constraint нужно в том случае если он потребляет в случае C1 меньше чем Y1 и нам нужно budget constraint в случае если он потребляет в первом field меньше чем получает то budget constraint у нас будет такой же как обычно но единственное поскольку он потребляет меньше то он на второй период значит его доход он тоже дисконтируется то есть он что-то оставляет для того чтобы потребить во втором периоде здесь я думаю не должно быть вопросов поэтому у нас здесь именно ставка RS то есть state во втором случае у нас C1 больше чем Y1 это значит что он потребляет больше в первом периоде чем получает и значит что во втором периоде он занимает у себя самого же по interest state и таким образом budget constraint у нас будет то же самое только у нас interest state для borrow значит как version 1 первое и version 2 когда мы строим единый budget constraint мы можем написать это все вместе это все что равно 1 122 разделить на 121 121 122 122 122 122 у нас задна задача что нам нужно построить на одной на дом графике какая будет точка общая для двух случаев это то что у них общее то есть у них общее в том и другом случае это наш инкомцент здесь он одинаковый такой же как и здесь то есть инкомцерма во втором периоде он никак не будет меняться то есть c1 c2 и у нас какой-то есть c1 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 c2 эту точку мы получили то есть у нас общего между так кто-то у нас остался абсценты можно понять это уже давно было окей 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 даже на этом рисунке вы видите что есть какие-то два баджет констрейнта которые у нас существуют это как раз и есть наши баджет констрейнта для rs и rb нужно для начала разобраться что отвечает за что если мы строим один из баджет констрейнтов таким образом другой таким то учитывая что utility function может быть задано таким образом таким образом таким образом или вот таким образом то на первый взгляд графически как вы считаете какая будет баджет констрейнта относится к первому уровню которая ко второму здесь вот например нарисуем первая линия это будет A например это будет линия B1 и это будет линия B2 просто на первый взгляд графически как вы считаете какой будет относиться к какому то есть какой будет savor то есть он предпочитает если он savor то он предпочитает второй период к первому то есть он больше предпочитает потреблять во втором периоде если он borrowed то он предпочитает получается потреблять что в первом периоде то есть ему больше нравится потреблять в первом периоде что во втором Первая для сейвера, наверное. Ну да, наверное, получается, B1 — это для сейвера, а B2 — для сейвера, наверное. Получается, что B1 — в этом случае у нас сейвер, здесь у нас B2. Сейвер — это будет constraint B1 и B2. Если мы рассматриваем один случай, например, сейвер, то будет только такой budget constraint, у него будет какое-то задано income Y1 и Y2. Соответственно, когда мы сейвер, как мы рассмотрели здесь, то есть что значит сейвер? Это значит, что он предпочитает C2, то есть если он таким образом предпочитает, то, скорее всего, идти в function, она будет выглядеть каким-то таким образом. и идти в function растет у него в вертикальном титул. Если мы говорим про второй случай borrow, то это значит, что он предпочитает C1 и C2, то есть это значит, что у него будет идти в function растет в какую-то более правую сторону. Но если мы рассматриваем оба случая, то есть он выбирает между двумя budget constraint'ами и мы рисуем один график, то это значит, что наш budget constraint в этом случае будет выглядеть как вот эта вот зона и в зависимости от того, кем является агент, он может быть сейвером, borrow или indifferent к тому, чтобы занимать либо инвестировать. То есть получается, что если мы говорим про shaded area, то это будет комбинация of first period and second period that the consumer can choose. будет он выбирать в зависимости от вести функции. То есть у нас есть два budget constraint'а и в зависимости от витилища он будет выбирать. То есть у него есть какая-то витилища заданная, которая будет определять, где будет находиться наш агент. Он будет находиться здесь, он будет находиться здесь, он не будет находиться здесь. Вообще, если говорим о перифичке, то именно таким образом мы можем определять агент у нас сейвер или borrower. Ну вот осталось немного непонятно, почему у нас вот когда мы выбрали вот этот вот кусочек, почему у нас теперь borrower касается линии, которая отвечает за сейвер? Смотрите, это как сказать. Есть отдельный случай, то есть отдельный случай, это получается для borrower, это будет вот этот случай, да? Это мы его отдельно рассматриваем. То есть мы берем budget constraint, у него utility заданным таким образом, что он borrower. То есть он предпочитает в первый период второму. И это отдельный случай. То есть мы отдельно, да, рассматриваем. Если мы рассматриваем случай такой, когда он сейвер, то у него будет такая budget constraint и utility. Если мы рассматриваем какую-то utility, то есть мы ее не знаем, и два budget constraint вместе, тогда у нас есть пересечение между, так скажем, двумя множественными комбинациями этих budget constraint, которые лежат здесь. То есть здесь у него будет находиться комбинация того, как он будет потреблять. И поэтому у него utility она здесь заданная. То есть сколько у нас budget constraint, то есть вы можете аналитически взять просто эти budget constraints и пробовать расписать все точки таким образом. Вот эта точка задана, вот эта точка задана. И возможно ли, когда, например, то есть вы можете какой-то цифровой пример придумать и здесь рассмотреть прямо точки. И у вас получится, что если вы объедините budget constraints вместе, то вот эти точки, они будут вам недоступны так же, как вот эти точки, когда вы вместе рассматриваете два случая. То есть когда вы рассматриваете один случай, у вас будет все точки доступны. Так же, как в этом случае, в первом случае, у вас будут доступны все точки, которые здесь. в этом случае у вас доступна вся точка, которая вот здесь. Если вы рассмотрите пересечения, то есть вместе график, нам спросят построить вместе график. Комбинация first and second period consumption consumer capture получается с двумя бач-констраинтами, то есть вместе. В общем, это была идея о том, что это пересечение множеств для borrower и lander. Да, да, да. А можете еще вот открыть слайд 23 и вот объяснить, вот там просто еще говорится, что один вот RS меньше RB и там вот. Почему это происходит? Получается, что так если мы говорим о том, что у нас есть RS и RB так, у нас давайте заберем раз. Раскажем B. И второй просто R. В. 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 так, у нас есть два бренды, первый у нас фибер и фибер и borrower. Здесь говорится о том, что логика такая, то есть у нас есть field function и это значит, что она задана либо таким образом, либо таким образом, либо таким образом. то есть логика такая 16 field function C1, C2 и она определяет консюмер предпочитает C1, C2 либо консюмер это знак предпочитения то что из микроэкономики. Либо консюмер предпочитает C2, C1 либо он indifference. Не помню, как там знак был в микроэкономике, но пусть будет так. Там indifference между C1 и C2. Да, он таким и был. Ага, отлично. И получается, что в случае 1 это как раз значит, что он предпочитает C1, C2 и он saver. То есть если он saver, то он будет потреблять серым брюди меньше, чем во втором. Это значит, что C1 будет меньше, чем Y1. то есть из первого мы будем как раз из-за цельси-фанкшн мы saver мы будем говорить, что он с C1 будет меньше, чем Y1. Из второго из-за цельси-фанкшн мы будем делать вывод, что он borrow. и как раз из-за цельси-фанкшн мы будем в случае делать вывод о том, что он дифферент, но скорее всего он будет потреблять на уровне своего дохода. в том случае если он staver, то потребление в первом периоде продолжение мысли что извините, у вас под циферкой 2 в скобочках там же C1 больше Y1, верно? в скобочках здесь C1 меньше чем Y1 C1 больше Y1 только здесь здесь все окей продолжение мысли о том, что если он сейвер, то сколько он будет потреблять в первом периоде оно определяется чем? оно определяется budget constraint то есть сколько он потребит будет определяться budget constraint и будет как раз определяться ставкой когда как раз еще budget constraint когда мы смотрим на budget constraint то есть мы видим что C1 оно меньше чем Y1 то есть оно будет изначально C1 меньше чем Y1 и значит что точка она будет находиться где-то правее от того что подождите наоборот левее получается в случае saver то есть она будет где-то находиться здесь максимального потребления как раз будет где-то здесь в случае borrow то есть то же самое происходит что budget constraint но здесь уже будет RB то есть вы знаете о том что углы в самом углу здесь они у нас минус 1 плюс R здесь минус 1 плюс R если мы говорим про saver то здесь будет 1 плюс RS и в случае для borrow это будет 1 плюс R B то есть логика такая что мы сначала смотрим на utility мы понимаем что агент предпочитает первый или второй период тогда мы понимаем что если он предпочитает первый период второму вы меня кстати говоря не справили а здесь вот будет то есть если он P1 здесь наоборот 2 плюс 2 а здесь 1 если вы видите где-то что я пишу методы вы говорите 5 здесь получается если он saver он сочетает второй период да второй период первого сейчас это верно если он еще раз логика мы говорим про utility function мы видим что он предпочитает C1 больше чем C2 это значит что он borrow если он говорит что C1 предпочитает меньше чем C2 то тогда у нас saver если мы просмотрим пример saver это значит что у него будет как раз budget constraint для saver который изображен здесь он будет потреблять в втором периоде меньше чем игрок 1 это значит что его флон он будет задан как 1 плюс RS а как здесь увидеть его slope вы имеете ввиду какое-то численное выражение нет в смысле ну вот мы так я понимаю откуда мы получили равенство C1 от игроков и C2 а вот как мы после этого легким движением руки говорим что типа слово будет таким как бы интуитивно понятно что он будет ну таким а вот математически этого не видно давайте попробуем или мы просто пользуемся тем что когда-то в теоретической сводке мы выводили что C2 это бета на единицу плюс R от C1 это чуть наверное не то нет это не то это получается как бы просто дискаунт фактор на 1 плюс interest rate ну это не то нет это не то а мы разве не должны нарисовать два графика для случая когда у нас ставка для сбережения выше ставки для долга и второй график когда у нас ставка для долга выше ставки для сбережения и тогда у нас получится что более пологая budget constraint господи ну ограничение это та где ставка меньше ну потому что у нас два одинаковых уравнения для ставки сбережения и ставки долга ну и в зависимости от этого мы уже просто выделим вот области которые нам нужно это вот как раз оно есть что здесь вот мы просто это пытаемся нарисовать на одном графике а разве так у нас у нас раз меньше то есть мне кажется не совсем эти прямые мы отметили ну вот смотрите у нас обычно как правило даже вы можете в лекции посмотреть у нас у нас может быть такой баджет ограничения да и минус 1 плюс р когда у нас интерес трейд растет вы можете посмотреть по другим задачам по семинару что происходит если т2 тоже она каким-то образом меняется то соответственно у нас подвижется в эту сторону то есть получается что если мы например рассмотрим здесь р здесь будет р здесь будет таким образом минус 1 плюс р это будет значить что р меньше мр б ну да просто на том графике мы другой случай вроде бы рассматривали ну вот и тут мы можем уже порисовать и найти те ограничения которые нам нужны да можно с этой стороны подойти то есть можно у нас будет наоборот здесь минус 1 плюс r s но то есть это случай для расс когда меньше чем r b если у нас расс больше чем r b да да у нас наоборот будет таким образом и это будет минус 1 да получается вот от точки пересечения наших ограничений у нас это будет точка y1 y2 ну y1 по оси x y2 по оси y получается если мы смещаем наше потребление вправо то мы всегда занимаем то есть мы будем рассматривать ограничения для ставки которые borrow для долга вот ну а если мы смещаемся от y1 y2 куда-то влево то у нас получается ну смещаемся я имею ввиду если у нас где-то вот слева от y1 y2 потребление значит мы потребляем меньше чем у нас доход и значит мы можем что-то сохранить ну вот то есть получается что слева мы будем вот на левом графике случай когда у нас rs меньше rb значит у нас да вот вот такие будут ограничения а справа у нас ставка не вижу ставка для нет у нас не такой график будет у нас получается вот верхние будут полосочки ну потому что опять же если мы смущаемся вправо то у нас да вот таким вот образом вот у Коли и Кирилла не такой был вопрос возможно я думаю что возможно это возможно просто здесь мы рассматриваем ну да да справа то есть если мы здесь на одном графике то у нас будет получается то есть у нас в том случае если мы rs меньше чем rb то соответственно rs будет здесь и rb как раз то что нарисовано если будет rs больше чем rb то наоборот оси поменяются получается здесь будет rb и здесь rs как еще раз оси меняются местами что как-то работает давайте давайте не будем не меняем оси то есть у нас будет наверно мария да сказал да вот у нас будет если мы смотрим две линии два больших констраинта то здесь какая-то ставка нулевая здесь какая-то ставка r0 и r1 и r1 у нас будет меньше чем r0 как раз то есть мы рассматриваем случаи если мы смотрим rb rs то у нас может быть такое может быть rb меньше чем rs без зависимости от этого одна из двеней будет один плюс rb другая 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 так разве не наоборот в смысле у нас единица плюс r это у нас наклон ну как бы то есть наш слоуп чем больше этот коэффициент тем круче наклон то есть если сейчас а все понял то есть если у нас r0 тревое больше чем r1 то и slope у нас будет больше все окей это у нас в прошлых задачах вот то что мы предыдущие там решали там было как раз что когда у нас interest rate растет то у нас становится более крутой но это если у нас есть синька мы в первом периоде если у нас синька нету в первом периоде то есть она будет вот таким образом то есть первое будет такое и после роста будет сколько-то другое а вот раз мы написали что rb может быть больше чем rs и rb может быть меньше чем rs то есть rb и rs может быть так и r0 так и r1 да все хорошо спасибо есть еще какие-то вопросы сейчас можно еще раз с этим r ну вот допустим у нас случай когда rs меньше rb то есть у нас rs равен r1 на нашем графике это так так мы рассматриваем вот этот случай тогда у нас r1 да здесь 2 это rb да хорошо и тогда у нас какая будет ситуация что у нас лендер или нет мы сходим смотрите немножко метод у нас есть интер расстройки но у нас есть ютилити еще то есть вы немножко с конца идете то есть его ютилити и он может побачить констрейнту либо занимать либо инвестировать то есть если у нас нету такого что rb больше чем rs и он будет получается вы меняете от этого баджета констрейнта у него уникальность она определяет кто то есть что предпочитает c1 или c2 просто вот будет он занимать или будет он давать в долг это определяет где вот сама точечка будет c1 и c2 относительно y1 и y2 если мы пойдем вправо от y1 и y2 то мы будем занимать и вот вот ну это будет ситуация когда у нас c1 больше y1 поэтому вот мы где-то оказались вправо от y1 и y2 а если мы от y1 и y2 пойдем влево то мы будем давать в долг наоборот да 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 немного другая связь возникла это не зависит от ставки это просто нам здесь дополнительная ставка получается да 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 окей вот здесь еще вопрос а есть давайте ну вот у меня на трещке 35 тысяч вопрос может быть у кого-то раньше секунду а у меня раньше есть так да на том же слайде 23 все еще к нему пункт 3 там если c1 равняется игрок 1 почему-то написано что консюме и занят борово он же по идее не тот он не тот и не тот окей спасибо тогда следующее на слайде 27 я вот ну как бы первый пункт более-менее понятен а вот второй не очень давайте попробуем подумать вместе то есть у нас ситуация фискальная политика что такое вообще фискальная политика налогообложение хорошо у нас есть какое-то налогообложение у нас есть какой-то спрос в экономике и представьте что у нас есть какой-то то есть потенциально в будущем уменьшение налогов то есть уменьшение налоговой ставки и что нам говорится здесь в том что текущая потребление но растет следствие того что мы узнаем о том что когда то в будущем у нас будет меньше налог чем сейчас если интуитивно то в первом случае у нас происходит мы не успеваем грубо говоря отреагировать поэтому у нас нету никаких изменений в текущих там доходе в текущих сопротивлениях почему мы меняемся почему мы меняем потребление сейчас когда мы знаем о будущем на лекции вы разбирали о том что фьючер шокс какие-то они влияют на то как мы реагируем сегодня то есть если грубо говоря сегодня вы знаете что завтра вы будете вместо например там 30 тысяч там в рублях процент которые получат после налогов процент получать 35 потому что налоги уменьшились то процент мы будем грубо говоря потреблять сейчас больше потому что у нас текущий доход он вырос то есть мы знаем о том что у нас будет больше денег в следующем периоде а в смысле подразумеваете под текст карт что у нас налог уменьшился я думал что он наоборот вырос все тогда логично окей тогда это был вопрос 27 у меня 27 дальше какой-то был слайд 33 у меня ну вот дальше на какой у тебя странице 33 а ну тогда давай 33 сначала окей вот был вопрос то есть как так случилось что при переходе на следующий период изменилось потребление, в смысле, изменилась функция полезности. То есть, как это работает, что в первом он все рассчитал, да, написал себе план, потребил, но при переходе на второй период он такой, ну, нет, давай-ка пересчитаю. Вот. Это когда очень странно, я не очень понимаю логику. То есть, тогда зачем рассчитывать для первого периода? То есть, что так будет для каждого от этого периода пересчитывать свое потребление? Ну, смотрите, то есть, давайте попробуем примеры жизни. То есть, у нас есть какой-то консюмер, который у него в идеальном мире, в каком-то модели, да, у него есть потребление, которое задано там ютирис, и он знает, что вот его там период жизни там равен трём, и задано как эти антифанкции. Но по факту какой-то пример жизни, что у, например, у агента сегодня у него не было ребёнка, например, и он решил так, как есть. В следующем периоде у него появляется ребёнок, и он уже истратил в следующем периоде что-то, и сейчас, ну, текущее потребление будет больше, чем планировалось изначально. Ну, то есть, таким образом произошёл какой-то шок в антифанкции, который изменил её. Поэтому он в следующем периоде решил пересмотреть всё, что он в первом периоде. И это у него так случается в каждом периоде, да? Нет, нет, это не обязательно. Здесь вот текущая задача, это по условиям, что когда он уже оказался в периоде 2, у него текущая, то есть, получился какой-то шок в текущей текущей. То есть, как правило, в экономике мы не... У нас какая-то текущая текущая задана, и она задана там, lifetime текущая, или там, на 2 периода задана, на 3 периода задана. И агент сегодня там он выбрал, и держится этого там в течение того периода. Ну, здесь случился шок просто с utility function во втором. И поэтому вот из текущего положения, то есть, он забыл уже, что было в первом периоде, и он действует как заново, то есть, после того, как utility function заменялась. Ну, рассматривать это просто как в рамках модели, в рамках того, что случился шок с utility function. Можно... А почему мы тогда как бы, если он... Вот сейчас находится во втором периоде, как бы, если он вошел во второй период, то это уже, получается, период 1? Получается, как бы, если мы сейчас... Как бы, период 1, это уже означает тот period, в котором мы сейчас находимся? Нет? Ну, если вот это, либо мы будем рассматривать это уже конец периода 1, либо начало периода 2. То есть, он еще... Он уже потребил то, что в первом периоде было, и получил какой-то с этого утилити. И он оказался в периоде 2. И сейчас это можно рассматривать как конец периода 1, либо самое начало периода 2. То есть про первый период все он уже забыл, то есть он уже потребил то, что было вчера, то есть все уже потреблено, этого уже нет. То есть получается C1, C2, C3, это означает конкретно, ну, предположим, когда, там, 2021, 2022, 2023 год, а не год, например, C1 это сегодняшний год, C2 это следующий год, C3 это через год. Вот правильный первый вариант получается. Что это конкретные, как конкретные, ну, временные отрезки, неотносительные получается. Конкретно, да, конкретно, то есть это получается потребление в первом периоде, C1, C2 это потребление во втором периоде, C3 в третьем периоде. То есть изначально, если, то есть вообще в экономике, то есть у вас не было этого лекции, но вообще есть, так скажем, то есть C, оно может быть разным, то есть оно может быть бесконечности равно, равно, или равно там трем. Что происходит, то есть есть C1, есть равно C2, и есть равно C. И агент где-то здесь находится, то есть в начале, и у него есть какая-то заданная функция, вот, C1, C2, и C3. И он сказал, что вот из этого периода, он сказал, что я буду употреблять C1 какое-то, C2 какое-то, и C3 такое-то, потому что у меня вот такая utility function. Сейчас, то есть что случилось, он оказался здесь, вот в периоде, там, после первого периода, он оказался здесь, и у него случился какой-то шок с utility, и теперь его utility выглядит по-другому, то есть осталось C2 и C3, и из этого он уже делает C2, какое-то другое, и C3 какое-то другое. На самом деле, если мы рассматриваем дальше, то есть может случиться шок здесь, и у него будет какая-то здесь уже, но здесь он уже не сможет ничего поменять, потому что он находится, будет находиться здесь, и тот utility, тот income, который у него останется, оно то есть был какой-то весь income на весь, на все периоды, но то, что он потребил в первом периоде, то, что потребил во втором периоде, у него останется уже какой-то left, да, в третьем периоде, здесь он уже ничего не может поменять в последнем периоде. да, все понятно. То есть у нас у потребителя все-таки меняется функция полезности в течение времени, как бы он... нет, нет, смотрите, то есть вообще, то есть модели нет, у нас есть utility, она задана на какие-то периоды, то есть и он определяет потребление на все периоды, но у него может случиться шок, и здесь как раз случился этот шок. Просто ваша задача, ваша задача вот здесь вот, то есть у вас задано, как будто бы это уже случилось, и это фактическое, да, потребление и фактический инком. Но вообще экономики, то есть в слайдах вы, может быть, видели, есть такая штука, как E U C2. То есть в этом случае, например, когда он не знает во втором периоде, да, то есть сколько он будет определять здесь, может какая-то функция быть utility C1 не равна C2. Допустим, у нас какая-то конкретная функция заданная, она равна 10. То есть он может первого периода не понимать, какой будет шок во втором и в третьем периоде. Но это другая задача. Есть задача, то есть он его сейчас наша задача, он знает, какой у него будет в следующем периоде, и у него все известно на следующий период. Есть модели, в которых он не знает, сколько у него будет, и вообще что будет происходить в следующих моделях. То есть вот, например, функция, она может быть задана utility функция C, 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 она может быть задана как beta, beta, T, я не думаю, там, до бесконечности, U, C, 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 но при этом в следующем периоде, в общем, периоде у него будет все понятно, но в следующий период у него будет непонятно, что будет происходить. Но это уже, на самом деле, все пройдем. Наша задача, все ясно, то есть у него есть доход на все периоды. и он из-за этого информации отоплелел. И здесь случился неожиданный шок, то есть шоки не могут быть неожиданными и ожидаемыми, здесь случился неожиданный шок. То есть в случае, например, когда у нас есть expectation, то есть от следующего потребления, то мы неожиданный какой-то шок будет, и мы не знаем, какой это будет шок. Здесь случился неожиданный шок, и поэтому он действует в текущей ситуации. неопотребляет во втором периоде, что происходит. То есть случился шок, и как бы ценность потребления во втором периоде выросла, верно? Да. Все, окей. Тогда, ребята, задавайте про 34. четвертый. Но у нас время вышло. Давайте еще один вопрос, потому что мне нужно быть 40 минут на другую встречу. А вопрос под... Еще раз, какой? Ну, вот этот вопрос не очень понятен. Присоединяюсь. Вот, вот, филю. В смысле? На самом деле это как раз к вопросу про ожидаемый неожиданный шок. То есть если бы у него был, он знал, что его ждет какой-то неожиданный шок, то таким образом он бы изначально с периода один построил бы другие оптимальные решения для C1 и C2 и C3. То есть в этом случае C1, который он бы построил, были бы какие-то другие, то есть C2 и C3. Поскольку он бы знал, что его ждет какой-то шок C2, то он бы постарался, то есть если мы ну, например, C1 у нас будет C2 и C3, и изначально он бы потреблял больше, и стал потреблять меньше, да, C3, то зная, что у него уходит в какой-то момент или наоборот увеличится, да, он скорректирует, то есть он будет risk-averse engine, то есть он постарается потребление между этими периодами с тремя распределить равномерно таким образом, чтобы этот шок уменьшить. Как он это может сделать, если ну, как бы у него так прописано utility, что вот ему в первый период, ну, по-моему, важнее потреблять, чем, ну, как он думает во второй и третьей, верно? то есть он может как бы сознательно изменить функцию полезности или что? Я вот этого как бы не очень понимаю. То есть как его действия будут сказываться на этом? у него есть Т1, Т2 и Т3. Он находится здесь. Он знает, что здесь в первом периоде у него будет все хорошо, то есть у него не будет никаких негативных шоков, например, и позитивных тоже. во втором периоде у него, например, будет какой-то негативный шок. То есть ему понадобится откуда-то потребление перенести в позитивную в третьем периоде. Таким образом, когда он будет принимать решение оптимальное, учитывая шок изначально во втором периоде, он что-то сбережет с первого периода для того, чтобы во втором периоде покрыть тот шок, который может быть во втором периоде. Логика такая. То есть отвечает здесь вопрос, он постарается потребление между всеми атернат периодами построить таким образом, чтобы все шоки, когда ему, например, больше хочется потреблять в каком-то периоде, он это все мог изначально учесть. То есть если мы говорим про конкретные функции, то в этом случае она на самом деле может быть во втором периоде он предпочитает два тем предпочитает два сайдин. Она может выгодить сразу учитывать все сайдин. лог сайдин плюс 2 лог сайдин. И budget constraint у нас равен сайдин плюс два плюс три и равен 120. Ну и соответственно сайдин будет у нас равна 2 поделить на сайдин равно лямбда сайдин 2 поделить на сайдин лямбда и 103 1 поделить на сайдин лямбда и по лямбде тоже сайдин 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 равно 120. То есть все изменит свои предпочтения относительно временных периодов уже в первом периоде, то есть он изначально изменит и постарается изначально учесть то, что будет в следующих периодах. Если бы он знал, что во втором периоде у него будет предпочитать больше потребителей. Окей, понятно, спасибо. А когда мы с вами сможем в следующий раз встретиться? Просто мы сейчас на слайде 33, слайдов 65 и как бы там уже будут следующие слайды и как-то вот... Давайте подумаем, когда лучше встретиться. У вас есть какие-то... Вроде бы другие пары, ой, другие группы не разбирали остальные задачи. они тоже остановились на четвертой. Да, это правда, это правда. Получается, что у нас не пропадет пара, если мы не разберем эти задачи. Сегодня у многих групп еще консультации или типа семинары, и вот они как минимум разберут эти задачи. они идут сейчас параллельно с нашим. этой консультации. Почему? То есть, я не знаю, я спросил у них ничего, а там нет ее расписание тоже пропало в этой консультации. Все-таки хочется разобрать, потому что даже если условно мы не отстаем от групп, мы отстаем от программы и контрольную никто не уберет. Давайте договоримся про консультацию, вы сможете задать вопросы про оставшиеся слайды, и плюс еще про домашнее задание, которое будет отправлено. По поводу решений я не уверена, то есть я спрошу у Александра насколько возможно будет поделиться решениями. Как только будет ответ, я вам напишу об этом. Ну или как минимум просто ответы, можно не решений, ну если решений нельзя, то может быть хотя бы ответы можно было. Окей, я спрошу, я спрошу. Спасибо. Давайте подумаем про консультацию на этой неделе, тогда лучше провести просто, к сожалению, в росте ничего не указано, в плане того, что я даже не знаю, чем руководствоваться. Может быть вы скажете дни, которые вам удобны, и мы уже обсудим внутри наших групп, и потом просто вам на почту напишем. Ну и хорошо, это может быть также суббота, то есть во время семинаров. Ну, по крайней мере, с другими преподами мы не договаривались на это время, да и вряд ли с кем-то договоримся. поэтому... Давайте тогда просто лучше, если бы мы заранее договорились, я предлагаю просто время до кожи, то есть пам-пам-пам, с одиннадцати десяти две пары. Матя будет? Да, я думаю, да, все как раз-таки проснутся, даже те, кто очень поздно ляжет. У меня просто разница два часа, то есть у меня сейчас десять утра, так что получается с одиннадцати десяти до двенадцати тридцати и там следующая с тринадцати до четырнадцати тридцати. Я тогда попрошу в расписание в Москве консультацию и отправлю сегодня вам задание. Хорошо. Спасибо. 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 До свидания. До свидания.